Спорт и здоровый ладжица. Сегодня на пыльной нема ни одного человека, якого б не тычилася ГТСфера. У послания президента об ситуации у Гелине шмат крытыки. За включением некоторых команд, низкие зарплаты спортсменов и тренеров и не завсюды задовольняющие выники выступлений. У нашем регионе генерация командами, повеслованья на байдарках и Каноя, лёгкоатлетами и дзюдоистами. Але при этом специалисты погаджаются. Идеализовать ситуацию не варто. Я полностью поддерживаю главу государства о том, что спорт – это идеология. Спорт – это имидж государства. И за имидж нужно платить. И государство в полной мере платит за этот имидж. Но, к сожалению, не всегда у нас это всё проходит. И главный должен быть вектор, как указал глава государства – это результат. Вот на это мы и должны работать. И не только результат в спорте, но и при этом, как он и отметил, должны быть и дворовые физкультурные комплексы. Полностью физическая культура в массе. Именно народ. Именно здоровье нации. Особливая увага системе адукации. Президент Пиракананы. Яяне обходно постоянно удосконаливать. Але ни у яким выпадку не ломать. Наши школьники и студенты показывают высокие выники на международных конкурсах и олимпиадах. За видами у Беларуси едут представники больше, как 100 краин света. Разом с тем, сегодня недостатково дать только виды. Необходно вырастить саправданного грамадзянина и патриота. Починать треба с раннего возраста. До закончения средней тей, тем больше высшейшей научной установы. Это должен быть у Сибакова развитый, запотребованных грамадством человек. Недавно лично я и команда наша заняли призовые места на Республиканской юридической олимпиаде. И это открыло нам довольно широкие перспективы по дальнейшему трудоустройству. Лично мне хотелось бы в дальнейшем где-то заниматься на государственной службе. Но я надеюсь, что моих профессиональных навыков хватит для того, чтобы развиваться и выполнять основные задачи, которые представил нам президент в своей речи и двигать наше государство вперед. Частиня и эстетика – это не просто наш бренд, это стиль жизни. В конце концов, это здоровье людей. С этими словами, спасления президента полностью погаджаются в Хойниках. Один из наибольших потерпелых в вынику Чорнобыльской катастрофы район сегодня развивается по всех на керунках. Что пишется доброе упорядкование Хойников, то тут саправды робится шмат. От проведения упорядок знаковых для райцентра и старичных местов до посадки парков на территориях, которые протяглый час не выкористовывались. Мы все без исключения отказны за наведение парадку и его подтримания. Усе повинны долучиться до этой работы – мясовая улада, организации, предприемства и сами же хоры. Перекананы президент. На сегодняшний день в городском парке сделали хорошие интересные экспозиции из деревьев. Это и елку сюда добавили, и клён, и рябина очень красивые будут аллеи. Все пустыри, которые были на территории города, тоже заполнили деревьями. Дворовые территории тоже засадили деревьями. То есть работа эта еще продолжается, и мы будем и осенью продолжать эту работу. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Йоген Макенко. Толярадо. Компания «Гомель».